Ребята, привет! Сегодня у нас будет обзор вот такого замечательного универсального зарядного устройства от именистого производителя SkyRC, одного из лидеров рынка балансных зарядных устройств. Модель называется T200. Такой очень необычный форм-фактор с ручкой для переноски, двухканальная мощная зарядка. Давайте смотреть. Итак, зарядное устройство поставляется вот в такой белой коробочке, достаточно симпатичной. Сзади перечислены основные органы управления. Здесь указаны основные типы аккумуляторов, аккумуляторов с которыми работает зарядное устройство. Это литий-полимерный, литий-хай-вольтаж, литий-железо-фосфатный, литий-ионный, никель-металлогидридный, никель-кадмиевый и свинцово-кислотный аккумулятор. В общем, все основные типы. Так, здесь у нас перечислены основные достоинства T200. Двойной канал, питание как от розетки, так и от внешнего источника питания, например, от автомобильного аккумулятора, функция защиты, функция разряда аккумулятора, встроенный вольтметр, встроенное измерение сопротивления аккумуляторов, регулировка конечного напряжения и работа с пресетами, сохранение их загрузка. Так, ну давайте посмотрим, что внутри. Сверху лежит у нас инструкция, конечно, на русский язык рассчитывать не приходится, но хорошо, что инструкция на английском языке и, что важно, она достаточно подробная. То есть вообще у компании SkyRC с этим нет никаких проблем, в этом плане они большие молодцы, сразу видно, что вещь фирменная. Кабель питания без заземления, но с другой стороны универсальный разъем, то есть если потеряете провод, можно взять от любой бытовой техники. Ну вот, что здесь прикольно, смотрите, сделан ферритовый фильтр для подавления высокочастотных помех. Ну, это вообще очень профессиональное решение, конечно, SkyRC сразу видно, не зря хлеб едят. Так, само зарядное устройство у нас здесь лежит, а больше ничего и нету. Вот это, конечно, да. То есть, решили, что мы обойдемся без всяких плюшек. Ну, с другой стороны, в принципе, ребят, все, что нужно для работы есть, а каждый выбирает сам для себя провода, поэтому вот она зарядка. Кстати, надо отметить, что она достаточно маленькая. Вот когда смотришь на фотографиях, ее часто фотографируют как бы чуть-чуть так снизу, и она кажется большого размера. А по сути, вот посмотрите, то есть она маленького размера, гораздо меньше, чем кажется. На лицевой панели мы видим классический для SkyRC органы управления. Старт, стоп, вправо, влево. Дополнительная кнопка переключения между каналом А и Б. И один экран. Давайте снимем эту пленочку. Основные силовые разъемы это XT60 для канала А и для канала Б. Соответственно, балансировочные разъемы и входы для датчиков температуры. Ну, в целом, что хочу сказать. Корпус мне нравится. Он, конечно, как видите, такой необычный дизайн. Это ручка для переноски. Мало занимает места на столе. Очень классно, что экран повернут вертикально, потому что обычно, знаете, SkyRC они лежат экраном вверх и неудобно в него заглядывать. А тут прям вот он четко получается повернут к человеку, который будет этим устройством пользоваться. Прям очень-очень здорово. Дизайн такой симпатичный. Вентиляционные отверстия слева-справа. Сзади большой видно вентилятор. И, соответственно, вход питание от розетки 100-240 вольт. И питание от внешней какой-то батареи 11-18 вольт. Снизу написаны параметры устройства. Что любопытно, многие современные устройства SkyRC поддерживают подключение к компьютеру, и можно специальным софтом с компьютера управлять. Здесь у T200 нету нигде USB входа. Вот мы смотрим вокруг. То есть эту зарядку к компьютеру подключить нельзя. Для кого это важно? Ну что же, давайте подключим питание и посмотрим, что здесь есть. Название SkyRC T200 и зарядка издает звуковой сигнал. Экран. Ну, по сути, такой классический экран IMAX. Отличие только в том, что наше зарядное устройство двухпортовое. Соответственно, можем переключать между двумя каналами. Меню. Ну, опять же, классический IMAX. Идет сначала перечисление тех аккумуляторов, с которыми оно работает. различные типы литиевых аккумуляторов, никель-металлогидридные, никель-кадмиевые, свинцово-кислотные. Дальше идет вольтметр, замер сопротивления, системные настройки, работа с пресетами. Все. Вот, в принципе, и все основные пункты меню главного. Ну, давайте посмотрим, что у нас внутри. Так, переходим к зарядке литий-полимерных аккумуляторов. Обратите внимание, что здесь два полностью независимых канала. То есть, в канале А мы зашли в настройку литий-полимерных аккумуляторов. А если поменять канал, то мы оказываемся в главном меню. То есть, совсем другие позиции здесь выбраны. То есть, два полностью независимых канала. Здесь можем перейти, например, в настройки. Вот, настройки наши. Выбираем канал А, а здесь мы находимся в режиме заряда литий-полимерных аккумуляторов. То есть, полностью независимые каналы. Так, ну что, здесь все вообще классика, да? Заряд, разряд, балансировка, быстрый заряд без использования малых токов и хранение. Это заряжается аккумулятор до 60%. Что-то здесь выделить, ну, сложно, да? То есть, выбирается... Тип аккумулятора мы выбрали. Выбираем ток. Ток от 100 миллиампер до... Сейчас посмотрим, сколько. До 12 ампер. Количество банок от 1 до 6. Ходит по кругу. Видите, 6 переключается от 5 на 1. Удобно. С остальными типами литиевых аккумуляторов все то же самое. Для начала возьмем вот такой литиевый аккумулятор формата 18650. Подключать его будем через такое вот бывшее зарядное устройство. Теперь это просто холдер. Я обычно всегда так делаю. Покупаю самую дешевую зарядку. Из нее все вытащил. И просто подключил к ней провод. То есть, вот эта часть, она внутри пустая. Там ничего нет. Так, подключаем аккумулятор. Разъем XC60 у нас. Ну, давайте для начала посмотрим вольтметр встроенный. Будет ли он работать без балансировочного разъема только через XC60. Заходим. Ну, здесь по нулям, соответственно, потому что не подключен балансировочный разъем. А можно ли посмотреть все-таки силовой разъем? Можно. И это, кстати, очень большой плюс. Не все зарядные устройства умеют так делать. Переходим мы с вами к заряду литий-полимерных аккумуляторов. Заходим. Выбираем ток. Ну, допустим, один ампер поставим. Банка одна. Запускаем. Звуковой сигнал. Говорит, что вы установили одну банку. По моему мнению, действительно одна. Подтверждаете. То есть он как бы все время с CRC зарядки, они проверяют, действительно ли вы правильно выставили количество банок. Такая система защиты. Ну, и требует подтверждения. Одна-одна. Говорим, да, одна. Ну, пошел у нас заряд. Здесь все стандартно. Опять же ток, вольтаж, время прошедшее и сколько залито миллиампер. Так, попробуем разряд. Один ампер. Одна банка. Пробуем. Подтверждение. Набирает мощность потихонечку, плавно. Ну, как видите, все, в принципе, работает. Давайте попробуем подключить не одну банку, а многобаночный аккумулятор через балансировочный разъем. Вот у меня есть такая сборка самодельная. Специально я ее делал для тестов. Вот так это все у нас выглядит. Идем посмотрим вольтметр. Заходим. Ну, вот видите, теперь вольтметр показывает напряжение на каждой банке. Общее напряжение. И, по всей видимости, показывает low и high. То есть напряжение самой просевшей банки и напряжение той банки, на которой самое высокое напряжение. Так, замер сопротивления. Ну-ка. Все отлично показывает тоже. И общее. Так, литий-полимерный. Заходим. Заряд. Количество банок. 6, да, получается у нас. Запускаем. 6, 6, да, подтверждаю. Все, пошло. Что мы можем посмотреть во время заряда. Чем можем посмотреть. Напряжение окончания заряда. Температура. Внутренняя и внешний датчик не подключен. Ограничение по температуре, если оно включено. Ограничение по времени, если оно включено. По емкости. Все стандартно. А вот интересно, замерит ли он сопротивление одной банки. Ну-ка, давайте проверим. Снова подключим однобаночный аккумулятор. Пробуем. Что он покажет. О, молодец. Смотрите, хорошо. То есть, опять же, с этим нет никаких проблем. Потому что у некоторых зарядников они хотят только использовать балансировочный разъем. И без него не хотят нормально работать. Здесь с этим все нормально. Ну что же, это была одна банка. А если мы подключим в силовой разъем многобаночный аккумулятор. Я достаточно часто использую многобаночные аккумуляторы. Вот такие вот. От видео-фотокамер. То есть, там внутри находятся 4 банки. Напряжение аккумулятора 7,2 В. Максимальное напряжение заряда 8,4 В. Внутри стоит BMS-контроллер. Он сам регулирует, балансирует банки. То есть, использование балансировочного разъема нам не нужно. Подключаю я их обычно тоже через вот такое вот. Есть у меня бывшее зарядное устройство. Вот там внутри ничего нет. Это пустая коробка. Соответственно, просто такой корпус. И у него имеется разъем XT60. Я обычно использую разные аккумуляторы от разных фото и видеокамер. Поэтому у меня вот есть такие вот насадки сюда. Вот, например, для Canon LP-E6 аккумуляторы. Если мне нужно вот такой зарядить, соответственно, я беру вот другую зарядку для аккумуляторов Panasonic. Такую. Холдер. Так вот одеваю. И все. Все держится. И могу заряжать такой аккумулятор. Ну что же. Давайте посмотрим. У некоторых зарядок других производителей обычно проблема. Они не умеют разряжать многобаночный аккумулятор через силовой разъем. Давайте посмотрим здесь какие есть сложности. Или может быть их нету. Батметр. Да. Вольтметр. Посмотрим. Вообще сможет он показать? Да. Смотрите. Показывает напряжение на входе. Вообще нормально. Так. Сопротивление. Ну, наверное, он не сможет его замерить. Я так думаю. Там же стоит контроллер. Ну да. Какое-то сопротивление показывает. Так. Хорошо. Давайте посмотрим сможет ли он заряжать литий-полимерный аккумулятор через... Только через силовой разъем. Ставим заряд 1 ампер. Количество банок 2. Запускаем. Проверка. Да. Говорит. Определил, что действительно 2 банки. Соглашаетесь? Да. Теперь он пишет, что не подключен балансировочный разъем. Нажмите для продолжения. Да. Говорим, не нужен нам балансировочный разъем. Все. Заряд пошел. Чудесно. Давайте попробуем теперь разряд. С разрядом бывают проблемы у других производителей. Тока 1 ампер. Две баночки. Подтверждаем. Не подключен балансировочный разъем. Видите, он все время спрашивает. И все. Пошел разряд. То есть вообще отлично. Ну, то есть как вы видите по литиевым аккумуляторам здесь все стандартно. Нет особо ничего нового. Есть некоторые особенности в заряде никель-металл-гидридных аккумуляторов. Сейчас я вам покажу. Только давайте я отключу подачу звукового сигнала. Потому что он очень громкий. И так никель-металл-гидридные. Здесь стандартный режим заряд. Разряд. Цикл. Помимо трех названных появилось еще два дополнительных способа заряда. Первый это режим репик. Как нам говорит инструкция, этот режим создан для тех случаев, когда вы хотите стопроцентно убедиться, что ваш аккумулятор полностью заряжен. Мы можем установить количество срабатываний по дельтапику от одного до трех. И Т200 будет заряжать аккумулятор после того, как устройство решит, что аккумулятор заряжен. Оно переходит в паузу, ждет пять минут, дает аккумулятору остыть. И потом снова возобновляет заряд до срабатывания следующего дельтапика. И так будет происходить три раза. По мнению специалистов компании SkyRC, эти процедуры позволят избежать тех случаев, когда ваш аккумулятор оказывается недозаряжен. И еще один режим, который называется Auto Charge. Ну, честно вам, ребят, скажу, я так не уловил сути вот этого режима. Почитал несколько инструкций для различных моделей от SkyRC. Но буквально понять, что имели в виду инженеры, я так и не смог. Поэтому просто процитирую вам то, что написано в мануале. Режим Автозаряд сам определяет подключенную никель-металлогидридную батарею и автоматически настраивает параметр, отвечающий за определение полного заряда. Установите максимальный предел зарядного тока в соответствии с параметрами вашего аккумулятора. Если вы не знаете, какой ток нужно использовать, вы можете выставить значение равное 1С. То есть, например, при емкости вашего аккумулятора 3200 мАч выставите ток 3,2 А. Конец цитаты. Ну, ребят, лично я из написанного вообще не понял, что это такое, для чего нужно и как оно работает. Если у вас есть представление, как это должно функционировать, напишите в комментариях. Я думаю, многим будет интересно. Я попробовал этот режим, логики вообще не уловил и, в общем, им не пользуюсь. Теперь давайте пройдемся по настройкам. Посмотрим, что здесь у нас есть. Значит, ограничение заряда по времени, но это функция безопасности. Так, версия прошивки. Сброс до заводских настроек. Ограничение по входному напряжению. Например, если вы питаете зарядное устройство от автомобильного аккумулятора, чтобы этот автомобильный аккумулятор у вас не сел, можно выставить предел напряжения. Это нижний предел. И при достижении этого предела зарядное устройство отключится, чтобы у вас не сел автомобильный аккумулятор. Так, соответственно, управление звуками. Но это стандартно. Звуки клавиш и звуковая сигнализация о начале и окончании заряда. Так, Delta Peak для никель-кадмия. Никель-металл-гидрида можно выставить. Время паузы в режиме цикл. То есть между зарядом и разрядом сколько зарядное устройство будет выжидать паузу. Вот стоит 10 минут. Так, единицы измерения температуры Цельсия или Фаренгейт. Ограничение по температуре. Если будет превышение по температуре, то отключится зарядное устройство. Ограничение по залитой энергии тоже. На всякий случай, если плохо отслеживается, например, Delta Peak, можно просто выставить количество миллиампер. И по достижению этого значения зарядное устройство закончит заряд. Ну, вот, собственно, и все. Больше в настройках здесь нет ничего. В принципе, все стандартно. Ну, BatMemory — это работа с пресетами. Здесь можно заранее настроить какие-то... Сделать настройки для определенного аккумулятора и быстро их вызывать. Что же, давайте попробуем взять мультиметр и проверить, насколько точно это зарядное устройство держит напряжение и токи. Для замеров я буду использовать вот такой прекрасный мультиметр RichMeters 409B. Очень точный прибор. Цепляем крикодилы сюда на бананы. И замерим сейчас, насколько точно работает внутренний вольтметр заряда устройства SkyRC T200. Берем однобаночный аккумулятор и смотрим. Так, мультиметр показывает у нас напряжение 3,9 вольта. Посмотрим, что нам покажет внутренний вольтметр. Ну, смотрите, неплохой результат. Очень неплохой. То есть, в принципе, достаточно приемлемо. Давайте попробуем подключить вот такой аккумулятор. 7,5. И здесь... Ну, смотрите, то есть вольтметр работает очень хорошо. Ну, за это, собственно говоря, мы и любим зарядные устройства SkyRC. Теперь следующее не менее важное испытание. Это замер тока. Насколько точно зарядное устройство держит ток при заряде и, что самое главное, при разряде. Вот я чуть-чуть перекоммутировал здесь провода. Теперь мы замеряем ток. Выставляем разряд 1 А, 7,4 вольта, 2-баночный аккумулятор. Так. Смотрим. Плавно набирает мощность зарядное устройство. В данном случае разрядное. Так, 1 А. Смотрите, ничего себе! Вот это класс, да? 1 А. Что это значит и почему это очень важно? Это важно, потому что при тестировании наших аккумуляторов мы можем четко достаточно понять, насколько реальная, какая реальная емкость нашего аккумулятора можем замерить. Зарядили, начали полностью заряжать и увидели весьма реальные цифры. Вот, кстати, включился у нас вентилятор. Ну, шумит, да, шумит. Попробую я выставить поменьше ток. Маленький. 300 миллиампер. Так, ну-ка. 300 миллиампер, ну-ка. Красота. Красота. Вот это точность, да, ребята? Вот это класс. То есть для измерения и исследования аккумуляторов прекрасно подходит, просто великолепно. Так, ну, попробуем теперь заряд. Так. Пробуем. Пробуем. Обалдеть, да? Обалдеть. Вот это точность. Ну, ребят, вы все видите сами. Великолепный результат. То есть и вольтметр, и амперметр на Т200 работают очень четко. Прям эталонно можно сказать. Теперь, что касается настройки конечного напряжения заряда и разряда. Как вы видите, здесь оно никак, его нельзя здесь установить. И в основных настройках системных этой функции тоже нету. Она спрятана в работе с пресетами. Мы можем задавать параметры к нашего какого-то конкретного аккумулятора и быстро вызывать эти настройки. Заходим. Так, что здесь есть? Выбирается тип аккумулятора. Допустим, литий-полимерный я выбираю. Дальше. Количество банок. Я ставлю 2. Дальше. Ток заряда. Я ставлю 1 ампер. Следующий параметр. Ток разряда. Я ставлю 500 миллиампер. И вот здесь уже мы видим значение разряда, которое мы можем изменить вольтаж на банку. Стоит 3 вольта. Но мы можем поставить как больше, так и меньше. И, соответственно, дальше это конечное напряжение заряда. Написано, что на свой страх и риск здесь они написали. Вы это изменяете. То есть должно быть 4,2 вольта. Но если вам нужно, вы можете это напряжение поднять или опустить. Нажмите Enter для сохранения программы. Все наша программа сохраняется под номером 1. И теперь можно ее быстро вызвать. Вот она у нас появилась. Она как бы загружается. Вот ток заряда 1 ампер. Ток разряда 500 миллиампер. То есть все, как я настроил. Вот собственно и все. Что еще сказать? Ну вот переключение между портами. Это вообще супер. Тут как бы добавить нечего. То есть на одном порту вы можете заряжать аккумулятор. На другом одновременно разряжать. Они абсолютно независимые. Что еще сказать? Кнопочки очень мягенькие. Мягенькие. Прям мне нравятся. Нет вот таких, знаете, дешевых щелчков. Ну и все, собственно, что я могу вам добавить. Классная зарядка. Если честно, ребят, мне она очень нравится. И дизайн нравится. Этот вертикальный экран. И качество исполнения, корпуса. Все на высшем уровне. Ну, достойна компания SkyRC. Ну что же, давайте вскроем зарядное устройство. И посмотрим, что у него внутри. На мой взгляд, очень хороший, качественный монтаж. Чистенько все. Разъемы заклеены все специальным составом. Чтобы они не отстегнулись сами по себе. Я же разобрал устройство не просто так. У меня есть цель сделать две небольшие доработки. Это изменить подсветку экрана. И сделать звук пищалки потише. К сожалению, в меню это никак не настраивается. Наверное, ребята, вы сильно удивитесь. Но и ту, и другую доработку я буду делать без использования паяльника. Ну, по сути, я сейчас вам покажу два личных лайфхака. Первое, это экран. Честно скажу, ребята, мне не нравится традиционно синяя подсветка, которую всегда китайцы ставят на свои зарядные устройства. Я поменяю цвет экрана с синего на салатово-зеленый. Как же я это сделаю без паяльника, спросите вы? Ведь, чтобы заменить цвет экрана, надо установить соответствующую зеленую матрицу, ну или в крайнем случае перепаять светодиоды. На самом деле все хитро. Я воспользуюсь специальным фильтром, где я его взял. И что это вообще такое, конечно же, лежит за рамками нашего сегодняшнего сюжета о зарядке Т200. Поэтому я снял отдельный ролик на тему как раз изменения цвета подсветки экрана с помощью специальных фильтров. Ссылку на это видео вы найдете в описании. Ну вот смотрите, как получилось. Был синий, а стал салатово-зеленый. Очень классно, мне прям супер нравится. Ну и вторая проблема, это очень громкий звук пищалки и громкость этой пищалки никак не регулируется. Что с этим можно сделать? Ну, наверное, можно было бы впаять резистор, но я делаю все проще. Я беру маленький винтик и просто начинаю тихонечко вкручивать в пищалку, но не до конца, а до тех пор, пока звук не станет чуть потише. Причем, что интересно, глубиной вкручивания этого винта мы можем регулировать громкость. Ну вот я его чуть-чуть вкрутил и пищалка стала заметно тише. А вообще смысл операции, собственно, в том, что винт немножечко прижимает мембрану, и она становится менее подвижной, соответственно, и звук становится тише. Ну, главное здесь быть осторожным и не переборщить с вкручиванием винта, чтобы не повредить мембрану пищалки. Ну, вот, ребят, пожалуй, все, что я сегодня вкратце мог вам рассказать об этом замечательном зарядном устройстве. Как вы понимаете, замена цвета подсветки означает, что устройство остается у меня, оно мне очень понравилось, и я буду с удовольствием им пользоваться. Могу рекомендовать всем тем, кому не нужны танцы с бубнами, а нужно устройство, работающее четко, с хорошим вольтметром, амперметром. Ну, то есть, продукт от именитого производителя SkyRC, и уже этим все сказано. Надеюсь, мой обзор вам понравился, вы узнали что-то новое и полезное для себя, и эта информация поможет вам сделать правильный выбор при покупке балансного зарядного устройства. И если так, ставьте пальцы вверх, мне будет приятно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok